Это будет еще лучше, да? Наверное, это зависит от интернет-соединения. А поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого видео хорошее, то есть видно меня отчетливо. Сейчас попроверяем организационные вещи, да? Так. Так, то есть есть плюсики, у кого у нас сейчас в чате 12. Так, ну у меня вот, что сделать с видео, у меня, честно говоря, показывает картинка очень хорошо. Да, то есть есть плюсики, значит, хорошо, но я думаю, сейчас оно как-то остановится, наверное, от интернет-соединения. Зависит. Хорошо. Доброе утро. Мы с вами сегодня общаемся в рамках нашего женского проекта «Кофе с коучем». Я Татьяна Давыдова, коуч «Кофе», потому что это вот утренний формат. И сегодня у нас с вами открытая встреча. Сегодня мы с вами поговорим, пообсуждаем насущные темы, вопросы, которые у вас есть. Я в силу, собственно, опыта отвечу на ваши вопросы. Сейчас я их буду писать. Вот. И, да, собственно говоря, приветствую вас. И давайте перейдем к вопросам, думаю, что они у вас есть. Вот укажите, пожалуйста, в чат прям просто, да, вот текст. Если вы пришли с каким-то конкретным вопросом, да, то прям его можете в чат сейчас писать, да. А я пока вы пишете, коротенчик расскажу о коучинге и чем он отличается от терапии и от других видов взаимодействий, да. Коучинг возник в России в 98-м году. Привезли его вот из Америки в кризис. И это знаковое такое событие, потому что перестали действовать все те прежние схемы, правила, которые были, да. И надо было не какой-то новый метод, какой-то новый способ, при котором в кризисе люди могут находить свой путь и могут... Выруливать и выходить на новый уровень. И коучинг, собственно говоря, тогда вот возник, он был привезен и сейчас имеет очень высокую популярность. И он основывается на том, что... Если представить, например, желудь, да, вот есть желудь. В нем заложен весь потенциал дуба, да. То есть в нем он маленький, хрупкий. И в целом его легко можно раздавить, так ведь? Потому что он очень такой нежный. Но при этом, если он попадает в благодарную почву, да, если есть условия, то из него может вырасти огромное дерево, да. Вот огромное, сильное, могучее дерево. И коучинг исходит из того, что, собственно говоря, в каждом из нас есть вот этот вот потенциал великого дуба. И попав в благодатные условия, да, создав эти условия, мы можем этот потенциал раскрыть. И коучинг такой способ, который посредством беседы, посредством вопросов к этому желудю, то есть к потенциалу человека, да, он высвобождает потенциал этот и позволяет ему развиться, позволяет ему вырасти, да, и принять ощутимые формы. Вот, поэтому, собственно говоря, так, сейчас я вернусь на чат. У меня поступали вопросы в Инстаграм, я их могу озвучить. Вот у Натальи можно ли задавать очень личные вопросы о трагедии в жизни? Ну, давайте так, вы укажите, какой вот очень личный вопрос, да, в целом я работаю с самореализацией и с отношениями, то есть это мои такие два профиля, да, то есть как восстановить, создать отношения с самим собой, отношения в паре, там, да, отношения с детьми. То есть все про отношения и как найти тело в своей жизни, как найти то и как его развить, да, то, что будет вас радовать. Вот, поэтому, ну, с трагедиями я тоже работаю, то есть у меня есть люди, которые приходят в кризисах. Вообще надо сказать, что люди в основном обращаются, когда у них в жизни что-то не очень получается, да, и есть такие два возрастные кризиса 30-40 лет. То есть 28-33, там, 38-42, да, вот эти вот такие периоды, когда люди наиболее активно ищут смысл в жизни, новый вектор. Поэтому давайте так, вы укажите, пожалуйста, вопрос, да, если он будет, ну, как-то вот интересен всем остальным, если есть вот тот клик на эту тему, да, то, конечно же, я его вот в силу опыта своего вот освещу, да. Поскольку, как бы у нас, ну, групповая работа, мне важно, чтобы, как бы, ну, какие-то темы, которые вы поднимаете, они были более-менее, ну, вот актуальны для еще таких людей, да. Поэтому если в этом будет отклик, то, конечно же, расскажем. Так что пишите мне в комментариях. Вот, и возвращаясь к коротенькому рассказу про коучинг, конечно же, коучинг предполагает диалог, да, поэтому, насколько это возможно, я сегодня буду, буду разговаривать, да, буду обращаться к вам с вопросами, буду делать так, чтобы вы задумались, да, потому что ответы находятся в нас, нам просто нужно этот ответ найти, нам просто его нужно услышать, да, и поэтому коучинг, на самом деле, он создает такое пространство, при котором человек как бы общается с самим собой, но улучшенной версией себя, понимаете, как вот с самым лучшим в себе, да, и через это он растет. Вот, поэтому сегодня я, конечно же, буду вот отвечать и буду рассказывать, но еще будут такие вещи, что я буду обращаться к вам, вот, и, собственно говоря, мне будет важно, чтобы вы как-то тоже пропускали это через себя, поскольку просто советы обычно не имеют действия. Если вы сейчас вспомните разговоры с подружками, не знаю, с знакомыми вашими какими-то, ведь периодически бывает, что нам советуют достаточно, ну, крамотные какие-то вещи, какие-то разумные, но мы не всегда, мы не всегда можем, собственно говоря, услышать это, правильно? Потому что мы должны готовы быть к этому решению и к принятию этого, да, поэтому, когда что-то возникает из нас с самим, нам легче это решение принять, когда нам просто советуют, мы, ну, как правило, это им уши пропускаем, да, поэтому сегодня мы будем в диалоге в таком разговаривать. Хорошо, итак, значит, вопросы ваши. Значит, все, кто к нам сейчас только присоединился, мы сейчас пишем вопросы коучу, то есть ко мне в чат. Наталья, вопрос, значит, у вас, да, очень личный, и мне не очень понятно, в чем вопрос находится. Как бы можете, смотрите, сформулировать именно вопрос, потому что вы сейчас мне пока описываете факт, да, что вот есть такая история, да, как бы, а в чем вопрос-то? Так, Анна нам пишет. Доброе утро. После пяти лет декретного отпуска не могу определиться, чем заниматься, в каком направлении дальше развиваться профессионально. До декретного отпуска занимала приличную должность, сейчас в этой сфере сложно с работой, не могу понять, чего я хочу. Так, и вопрос, как найти тему или идею для своего развития, чтобы двигаться в рамках нее, или двигаться в своей профессиональной деятельности. То есть, если я верно ААну услышала, то вопрос такой, продолжать ту область, да, тот вектор, где вы работали раньше, или искать нечто новое. Поставьте просто, а, Аня, вот сейчас буду вам, да, с вами больше разговаривать. Правильно ли я вас услышала? Вопрос такой, продолжать, нет или или, не, или, или. А как найти тему свою? Да, ну вот Анна, которая мне вопрос написала, Кривойкина, которая. Так, то есть, получается у нас вопрос, как найти свою тему, да? Хорошо. Давайте тогда, поставьте ваши плюсики, кому этот вопрос актуален. Потому что, смотрите, значит, у нас еще есть два вопроса, которые поступали ко мне. Значит, первый вот это, как найти свою тему. Ну, как найти свою тему? Первый вопрос. Второй вопрос мне поступал такой, что, значит, муж влияет на эмоциональное состояние, да? То есть, как бы все время находится в негативе, и женщина не может удерживать позитивное состояние. Да, и вот был вопрос, каким образом, каким образом вообще оставаться в позитиве. И еще один вопрос, который в Инстаграм поступил, он был связан... Так, с чем он был связан? Сейчас, секундочку. А, он был связан с ленью. Был вопрос про лень, что не могу себя заставить делать нечто для себя. Да, вот-вот-вот, Катя как раз, да? Угу. Да, как избавиться от лени. Хорошо. Так, сейчас я еще раз почитаю чат. Так. Так, еще вопрос к Калькене, да, напишет про отношения. Смотрите, Лен, в чем вопрос, да? То есть, должен быть какой-то вопрос. На что вы хотите найти ответ? Вот давайте представим себе, давайте сейчас вот как о всем вопрос, да? Представьте, что вы что-то получили ценно и важное в ходе нашего разговора, да? Вот что бы это могло быть? То есть, вот, допустим, Катя, вот к вам вопрос, да? Как избавиться от лени? Вот что бы вы хотели получить в результате нашего разговора? Это вообще коучинговый такой вопрос, который я вот адресую каждому клиенту, когда работаю индивидуально, да? То есть, вы хотели бы способ найти, вы хотели бы понять причину вашей лени, вы бы хотели найти мотиватор какой-то, волшебный пендаль, который вас будет поднимать, да? То есть, что вы хотите, да? То есть, ну, сформулируйте, пожалуйста, сейчас, да? Вот все, у кого вопросы были, сформулируйте, пожалуйста, да? Значит, а мы сейчас переходим, давайте с вами поговорим тогда, наверное, как найти свою тему, да? И потом перейдем на лень. Еще вопрос, есть ли здесь у нас девушка в чате, которая задала вопрос про мужа? Про мужа, что, собственно говоря, он влияет очень сильно на эмоциональное состояние. Поставьте плюсик, если вы там, ну, прям можете писать, да, это я. Ага, вот у Лены вопрос, как забыть бывшего, ну, вот отношения бывшие, да? Как забыть отношения, как забыть человека, перестать сравнивать? Так, угу, да, хорошо. Так, давайте сейчас еще вот вопрос с УВТ Ирины, и на этом остановимся, уже я буду вот отвечать, да? Ирина пишет, произошла встреча с новым мужчиной, но она была в рабочем формате. Мне интересно с ним продолжить встречи. Как женщине действовать в этом случае? То есть, как правильно бездействовать, чтобы произошла следующая встреча? В чем моя ответственность, чтобы отношения завязались? Так, ответственность в отношениях, да, у нас? В отношениях. Как, чтобы попродолжилась? Все очень просто. Так. Катя пишет про причину. Так, Катя пишет, значит, про причину Лени, да? Причина. Да. Есть ли еще какие-то причины или лень индивидуальная? Катя, а что вы получите, если получите вот ответ на этот вопрос? Ну, а то вы узнаете, что еще 15 причин Лени есть. И что? В чем фишка? Что вам это даст? Хорошо. Да. Коуч, собственно говоря, все время задает вопросы, в ходе которых ваша мысль проясняется, проясняется, и вы находите свое зерно, свой ключик такой, да? Да, поэтому формат, на самом деле, такой вот интересный, я буду вот так вот все время начать от отвлекаться. Хорошо, окей, давайте тогда сейчас мы с вами перейдем, значит, на вопрос про свою тему, да? Да, значит, поставь сейчас плюсики все люди, все, там, какие-то единички, что угодно, кому эта тема вот прямо сейчас вот актуальна, как найти свою тему? Да, мне просто надо понимать по количеству, раз, два, три, четыре, пять, ну, угу. Так, есть еще, да, шесть, семь, да? Где-то еще пишет. Хорошо, окей. Значит, я сейчас тогда, ну, да, это все про предназначение, про свою тему. Хорошо, давайте тогда сейчас я расскажу общие такие вот рекомендации, как мы ищем с клиентами предназначение. А, вот, кстати, Елена тут уже советует, Катя, да, что есть такая книжка «Лекарства от линии». Можно найти еще там 10 причин, да? Вот чем коучинг, мне кажется, я его плюс, что он находит индивидуальный ключ к вам, конечно, да? Мы сегодня и не сможем прям очень индивидуально, потому что, ну, когда вас уже в чате 20, я вас не вижу и не могу, как бы, очень точечно задать вопросы. Но тему для размышления, пищу для размышления я вам вот обязательно дам. Итак, значит, как найти свою тему? Посмотрите. В вопросе заключается ответ. Как найти свою тему? Как найти? Для того, чтобы что-то найти, что нужно делать? Искать, так? То есть, тему свою можно найти только, если вы ее ищите. Если вы пробуете, а не просто философствуете в голове своей, да? То есть, в любом случае, это должны быть какие-то попытки. Это должно быть чего-то выраженное во внешнем плане. Второй нюанс. Свою тему. Как вы узнаете, что она ваша? Вот подумайте сейчас, пожалуйста, да? Вот вы говорите свою тему. Как вы узнаете, что она ваша? Какие у вас критерии, какие у вас ощущения, как вообще вы ее найдете, да? Как вы узнаете, что она ваша, вот эта тема, да? Обычно проблема с поиском своей темы заключается в том, что мы пытаемся сразу просчитать коммерческую историю какую-то, насколько это будет востребовано, а как я с этим буду, да? То есть, мы забегаем вперед очень сильно. Сынокомы это, да? То есть, когда мы ищем какую-то тему, мы изначально вот на первом шаге пытаемся уже ее просчитать. А как я с ней буду, а что из этого выйдет, а что потом? У вас такое есть? Дайте мне какой-то отзыв такой. То есть, когда мы ищем какую-то тему, мы же и не просто начинаем чем-то... Да, 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 да. Мы сразу, значит, да. В этом ошибка. В этом ошибка. Потому что, когда мы начинаем все это просчитывать и продумывать, у нас включается критическая функция мозга. И ваш мозг вам даст 55 аргументов, почему это не имеет смысла делать, допустим. Да, какие страхи, какие пасения, конкуренция, или там тебе очень уже лет много, зачем что-то новое начинать. Вот вы понимаете, какая вещь? То есть, наш мозг, это мартышкин ум такой. Он эффективен, наш мозг. Он эффективен в задачах, которые мы раньше делали. То есть, когда он знает путь. Когда он путь понимает, знает, он работает по алгоритму уже, вот по откатанным, да. И он вам может подсказать какие-то поправильные действия. Но в новых зонах он бессилен, потому что у него нету шаблона. И тогда он начинает выдавать нам страхи и вот опасения от ограничения. Мы сидим себе на берегу, смотрим на какой-то остров, да, и говорим, хорошо бы туда сплавать. Мы чувствуем, что нас туда тянет. Обычно та тема, которая наша, нас туда тянет. Это главный вот индикатор. Нам это интересно. Мы можем изучать это. Нам хочется углубляться в это, да. То есть, есть такая тяга, когда какое-то свободное время мы хотим потратить на это, да. То есть, нам не жалко времени на это, не жалко сил своих. Вот где вот это вот стремление, где вот это вот углубление, то и ваше, понимаете. Так вот, а сидим, значит, мы на бережку и смотрим на этот остров. Да, отлично. Сидим, значит, смотрим на этот остров. И чувствуем, надо нам туда, как-то нам, ну вот как-то тяга есть туда. Но мозг говорит, слушай, ну далековато вообще-то. Ну а что ты там будешь делать? Ну придешь, а там все то же самое. Ну и мозг начинает разные вещи в теле. А как ты поплывешь? Вон тучка заходит. Течение большое снесет тебя, наверное. И сидим, значит, размышляем. Время уходит и, значит, размышляем с этим. Да, и потом отказываемся, допустим. Вот. А идея в том, чтобы для того, чтобы найти свою тему и свою какую-то идею, да, нужно идти за стремлением. То есть, вот если у вас тяга к чему-то есть, значит, надо погружаться в это. То есть, если вы чувствуете, что вас интересует этот остров, да, но начните плыть к нему. Или возьмите лходочку, начните в ту сторону ехать, например. А еще такая есть вещь, что нам всегда очень вот так вот хочется или кажется даже, что... Есть тяга, например, к фолористике, да? Вы говорите, ну, фолористом же я вот и не буду, ну, зачем мне вот обучаться этому? Такое ощущение, что хочется, как бы, знаете, раз и на всю жизнь. Вот что сделал какой-то шаг, и он должен логическим путем привести меня к концу, к результату какому-то. Абсолютно нет. Может быть такое, что вы погружаетесь в какую-то тему, и она открывает для вас другую дверь. Представляете, о чем я? Вот углевала ли у вас такое, да? Что вы идете по пути собственного сердца с другом, а там открывается какая-то возможность, про которую вы и не знали, и не думали, да? И наш мозг не может простроить это, понимаете? А в бессознательном, да, и вот в этих ощущениях там есть ответ. Поэтому если мы идем по этому пути, то там находится ответ, зачем мы туда поплыли, да? Вы всегда узнаете, зачем вы на этот остров хотели. Может быть такое вообще, что вы на этой лодочке поплыли, стечение вас снесло, в какое-то место, где вы не видели, вы вышли и там нашли то, что вам надо, понимаете? Но не захоти вы на этот остров и не поплыви, вы бы никогда не узнали, что там есть что-то еще. Вот, поэтому, заканчивая ответ на вопрос про свою тему, нужно идти за зовом сердца, надо прямо на уровне действия, да, на уровне вот каких-то вот обучений, проб, интересов, практики, идти куда вам хочется, то, куда вам не жалко времени, да? Вот бывает такое, что люди там психологию глубоко изучают, или флористику, или что-нибудь еще, все что угодно, да, то, что вам вот нравится, то, что удовольствие вам дает. Идти за этим, и чтобы найти, нужно искать, нужно пробовать, и оно поприведет вас к тому, кем вы, кем вам попредназначено быть. Я вот когда вот оглядываюсь на свой путь, да, я думаю, сколько было бы проб в одну сторону, в бизнес-тренинге, в такой коучинг, в сякой коучинг, да, я понимаю, что если бы я бы не попробовала бы, в чем-то не ошибалась, в чем-то не продвигалась, я бы так, ну, как бы, и не пришла бы к той точке, в которой я сейчас нахожусь. При этом эта точка моя, она тоже промежуточная, и дальше я куда-то иду. И мне кажется, дело-то оно в пути, а не в том, чтобы зафиксироваться и поставить флажок на горе, что типа я нашла. Да, хорошо. Давайте перейдем ко второму вопросу. Пожалуйста, люди, которые поставили плюсики, что вам эта тема была вот актуальна, напишите, пожалуйста, то, что важного в моем ответе вы услышали. Что отозвалось у вас, да? То есть я не просто на уровне головы вот так вот вы прослушали меня, а что-то, что вот откликнулось у вас. Чем было полезно, что я вам рассказала про остров и про вот эти действия. Так, у нас еще поступил вопрос. Так, от Анастасии. Правильно, отношения с мужчиной. Отношения с мужчиной до 3 года стопроцентно подходим друг к другу. Откуда вы понимаете, что вы стопроцентно подходите друг к другу? Очень вот интересно, Анастасия. А откуда такая информация, такая уверенность? Но что-то не так. Никуда не движемся, живем раздельно в разных частях города. Видимся по выходным, он так уже привык. Меня это не устраивает. Как поменять ситуацию? Шаги с его стороны не предпринимаются. Он упрекает, что топчемся на месте, пытаемся расстаться, но опять встречаемся. Как выйти? Это, мне кажется, знаете, очень похоже на вопрос про ответственность в отношениях. Давайте мы их объединим. Сейчас мы перейдем на отношения, на вопрос про отношения. Сейчас я прочту, значит, коучу всегда надо понимать, что люди получили из взаимодействия с ним. Так, значит, про пробы пепера, да? Вам было важно понять, что делать дальше. Анна, надо обратить внимание, на что я трачу свое драгоценное свободное время. Да, да, на что вам, знаете, на что, представьте, у вас есть два часа времени, да? И вы выспались, вы уже вот отдохнули. Или вы день, вот у вас был день, вы спали, спали, отдохнули. И что захочется делать? Не потому, что нужно, а что вас порадовало, да? Вот к чему идет вот это, понимаете? Вот чтобы вы бы книжку почитали, вы пошли погуляли, вы пошли бы там из лука постреляли, не знаю, вот у кого что, да? Что, про что это, да? И вот там вот нужно искать. Я вот, например, помню, что вот в юности я все время распутывала детективные истории, например, да? Или любила такие вот разговоры про какие-то запутанные, интересные жизненные ситуации, из которых я искала все время выход. Я понимала, что есть какой-то ключик, есть какая-то кнопка, как, знаете, структурная вот ошибка произошла, и надо понять, какой винтик вот прокрутить для того, чтобы система работать стала, да? Вот. И, собственно говоря, вот сейчас моя работа в этом и заключается. То есть люди обоснову приходят с какой-то структурной ошибкой. Есть какой-то просто неправильный код, есть неправильная программа, да? И надо ее найти, повернуть, и тогда жизнь поворачивается в другую сторону, как, знаете, замкнутый круг, а мы переходим в счастливый круг, да? Через вот это вот, через поиск, поиск вот этого решения. Поэтому ищите то, куда у вас душа лежит, то, на что вам не жалко времени, то, что вы с упоением делаете. У меня вот клиентка одна сейчас, она мне, у нее все ресурсные вот образы, и то, что она хочет делать, это связано с цветами. Она когда вот, ну, мы с ней там делаем практики там определенные, да, и она все время чувствует аромат, она говорит прям, я прям чувствую этот аромат цветов, вот он. И она через запах выходит на, в другое совершенно эмоциональное состояние, из которого она может принимать новые решения, из которых она может быть более вот эффективной. Так понятно, что ей надо, значит, быть больше с цветами, больше это нюхать, понимаете, если через это к ней приходит, вот это состояние. Поэтому поищите, что вот вас радует, что вот интересует вас, понимаете. Вот там и есть ваша тема. Идите в нее, и вас приведет она. Так, сейчас я дочитаю. Что нужно идти в направлении, куда тянет, а по дороге можно найти что-то более вот интересное, то, к чему стремимся. Да, абсолютно так. Что со мной все окей. Что я меняю деятельность и перехожу одну в другую. Да, Ирина, искать надо. Здесь нет такого, что прям вы с самого начала знали, что вы космонавт, вы пошли, и вы космонавт. То есть такое бывает редко. Так, хорошо. Переходим тогда, значит, к пункту 2 про отношения. Поставьте плюсики, кому актуально про отношения. Сколько у нас таких, кому интересно про отношения. Так, как найти тему, я вычеркиваю. Как, значит, ответственность в отношениях, да, и вот это вот 3 года на месте, да. Так, есть такие истории. Хорошо. Продолжаем. Значит, вопрос такой, да, поступил. Ответственность в отношениях получается как бы так, что у женщины есть интерес к мужчине, так? Она по каким-то причинам думает, что он стопроцентно ей подходит, или он просто ей вот интересен, да. Да, значит, но получается, что с его стороны нету тех действий, той активности, которую бы она хотела видеть. Так? Правильно ли я услышала? Да, хорошо. Да, еще потом, да, вот у Лены, а это уже по потом, у вас уже это самое, знаете, когда вдруг с этим мужчином не очень получилось, да, то как забыть и перестать сравнивать, да. У вас как бы другая стадия отношений. Да, хорошо, поняла. У нас вот три вопроса в одном. Три в одном. Значит, надо посмотреть отношения. Вот интересно, она, кстати, пишет. Причем он говорит, что я ему подхожу на 90%, на 99% как человек. А почему интересно на 99%? А там еще какой-то есть процент от 100% и как человек, имеется в виду как личность или и как женщина тоже. То есть вот интересная формировка просто, да. Смотрите, какая вещь. Ну, такая вещь, знаете. Первое, что можно на самом деле понять, это неприятно. Давайте сейчас вот, ну, как бы, я буду действовать как хирург, который, ну, вырезает, может делать больно для того, чтобы потом было легче. Да, значит, то, что мужчины говорят, этому не нужно верить. Потому что женщина любит ушами, да. И мужчина, когда он проявляется каким-то образом, да, то он совершает некоторые поступки. Правильно? Он поступками нам доказывает и показывает то, что на самом деле он думает и чувствует. То, что нам говорит, понимаете, это может быть одно из того, что просто как бы мы хотим услышать. Да, вот, поэтому, если резво тогда вот посмотреть, то имеет смысл опираться только на факты. Только на факты. Смотрите, в отношениях есть несколько ступеней, да. Кому эта тема будет более вот интересна, я ее очень подробно разжевываю на вебинаре отношения с мужчиной. Собери свои пазлы, да. Она есть в продуктах моих, можете вот на сайте потом посмотреть. Я там прям три с половиной часа подробно прям вот разжевываю каждый этап и как, чего, как все это происходит. Но если сейчас вот говорить так очень вскользь, то получается, что стратегическая ошибка у женщин обычно находится на первом этапе самой, да. Если процесса завоевания у вас не было, то есть не было каких-то конкретных действий с его стороны, когда он добивался, когда были какие-то поступки, шаги навстречу к вам, да. Вот посмотрите, ну все к тому отношения важны, да. На первый вот этот вот этап, как мужчина возник у вас, как это было. Да, да, то есть как вообще, как вы организовали, что он вас, как бы, да, ну что во вас начали отношения. Или это он пытался, там, ну познакомился как-то, ну как-то проявлялся, понимаете. То есть от кого этот период шел. Если этого периода не было, понимаете, зачем он нужен. Ну, Анастасия, да, возникает вопрос, через какой период вы с ним вошли в интимную связь. То есть сколько времени у вас было, да, ну вот от того, как он нас первый раз увидел, и до того, как, собственно говоря, все произошло. Потому что, в принципе, у мужчин-то такая история, что... Так. Ну подождите, вот вы начали с ним встречаться. Кто инициировал это, что вы идете вместе гулять? Как? То есть все равно же кто-то же кому-то звонит, кто-то же как-то, ну, сообщает. Кто-то же проявляет инициативу такого же. А. Наверное, я. Вот ответ. Смотрите, какая вещь. Это очень важно, это очень больно и неприятно всегда, как бы нам это вот осознавать. Вот есть мужчина и женщина. Вот вспомните, пожалуйста, сперматозоиды и яйцеклетку. Чем они критично отличаются? Вот, представьте, ну, как бы все видели картинку, да? Яйцеклетка плывет себе, и, значит, сперматозоиды там вокруг нее. Чем они отличаются? Вопрос ко всем. Найдите 10 отличий. Чем они вот отличаются? Первое, сперматозоиды двигаются. Отлично. Количеством и постоянством. Лен, что имеется в виду про постоянство чего? Охотник-жертва. Так. Ну, она и не шертва, надо сказать, да? Она принимающая сторона. Почему? Она попринимает себя. Она же... Ей же и после этого плохо-то и становится, скорее наоборот. Попривлекает и достигает. Да, смотрите, это принцип. Все по природе уже показано, да? То есть яйцеклетка, она просто есть, да? Она просто плывет. Она просто живет и находится, что критично важно, в неком состоянии, привлекательном, да? А они суетятся, они бегут, они пытаются пробиться, а она не пускает какое-то время, да? И вот самый пронырливый, самый какой-то заходит в нее и счастлив и рад, да? Вот. Поэтому если в начале отношений вы все сделали, вы все вот инициировали, так вы их и везете потом, понимаете? Получается, что ему-то и не нужно, он как бы соглашается на эти отношения. Поэтому он их дальше и не продолжает, он их дальше не толкает. Ему, в принципе, ну, он инициатором-то и не был, понимаете? Поэтому получается, что если вы изначально инициируете, звоните, ну, как-то проявляетесь, то потом, собственно говоря, ну, как вы начало положили этому, так оно, ну, по логике, так оно и пошло, понимаете? Вы задали тон отношений. Вот. Вопрос прокрутите просто теперь, как бы, да, на несколько лет вперед. Да, у вас есть несколько путей таких развития событий. То же самое, значит, в отношении девушки, которая писала про отношения к работе. Как они возникли? Кто их начал? Кто их начал? Слушайте, все одно и то же. На работе, на площадке, в поезде, не знаю, на юге, в интернете. Все один к одному абсолютно, да? Кто их начал? Первый ключевой вопрос. И как долго вы держали вот оборону? Чем быстрее вы сдались, тем меньше он вас заинтересован, да? Потому что у мужчины, ну, как бы, так устроена, да, просто физиология. Когда он получил от вас, собственно говоря, секс, да, то на этом месте отношения, как бы, вот это желание понять вас как личность, узнать, какие у вас интересы, какое-то вот углубление в них, оно, в принципе, заканчивается, да? Потому что он, как бы, познал вас через физику, поэтому через личность уже познавать и не вот обязательно. Поэтому кого, что мы, вот почему мы любим так своих детей? Это же не потому, что они правда самые замечательные, самые лучшие, самые там умные, да? Потому что мы в них вложились, правильно? Мы в них вложились. То же самое и у мужчин. Чем больше он в вас вложится временем, деньгами, помощью, чем угодно, понимаете? Чем больше он в вас вложится, тем ценнее и дороже вы ему, да? Почему часто вот первая любовь как-то, она запоминается очень сильно, да? Потому что концовки не было и потому что был какой-то обычно длительный промежуток какой-то, да? И почему обычно не очень помнится короткосрочные связи, не знаю, там раз там возникло что-то, ну и все прошло, да? Потому что мы не успели вложиться, мы не успели запомнить. Оль, ну понятно, что вот исключения есть. Мы сейчас говорим про правила, да? Исключения только подтверждают правила, да? Вот. И можем мы так организовывать, вести, но тогда, понимаете, вы должны понимать, что это ваша ответственность. Вы ведете партнера, вы как бы его, вот рулите им, да? И как бы корректно все это делать. Это не его, это не его вот инициатива, это вы как бы рулите им очень корректно и мягко. Это тоже путь, это тоже вариант, понимаете? Но когда мы говорим, что он не предпринимает никаких действий, да? То у вас есть несколько путей на самом деле, да? Вы можете попрокрутить вперед этого. Вы можете перестать проявлять вообще всяческую вот инициативу. Это самое лучшее, да? Вернуться к яйцеклетке. Ну, как бы, ну не хочет он бежать. Ну, там, ну, значит так. Вы возвращаетесь в себя, занимаетесь собой, своим состоянием, возникают новые какие-то сперматозоидики, да? И тогда он, может быть, активизируется, знаете? А может и нет, да? А второй путь, собственно говоря, вы и дальше начинаете вот так вот организовывать этот процесс, да? И, возможно, вы его доорганизуете, как вот Ольга пишет, допустим. Да, такой тоже быть может, да? Вот. И просто прокрутите один путь на пару лет вперед. Какая вот вы будете, если вы так себя поведете? И какая вы будете, если вы так себя поведете? И какой вам образ ближе, понятнее, приятнее и ресурснее для вас по тому пути и идите? Да, значит, если вы организовывали и реакции, ну-ка, значит, оставьте его в покое, значит, это не он. Занимайтесь со собой просто, да? Да, понимаете, получается, что мы вложились мы, нам эти отношения дорогие, вот их цены, мы в них вцепились, и мы горюем по поводу того, что сколько ж я вложила, это ж мне теперь всё заново нужно, да? А надо перевернуть эту вот историю, складывать в себя, да, быть привлекательной и не сильно подпускать к себе всех там, да? Вот, они пускай бьются, пускай на действиях что-то показывают, доказывают, инициативу проявляют, куда-то зовут, что-то предлагают. И когда вот это произойдет, тогда вы как яицепредка впустите одного в свою жизнь. Так, значит, это был ответ на вопрос про отношения. И давайте теперь перейдем вот к третьей части. Если, значит, вдруг получается, что вы в него сильно вложились, и вы понимаете, что это вы всех, вы всё организовали, разник ваш, односторонний, ну, в большей части, да? И не верьте тому, что они говорят. Они сами, ну, как бы, он же тоже, может быть, и не очень понимает. Понимаете, ощущение ведь не очень комфортно, когда его вот организовали. У него под спудной есть какое-то, ну, ощущение, что это как-то не, ну, как-то это неестественно. И ему нужно какое-то вот объяснение, чтобы и вас не обидеть. Он может придумать аргументы какие-то, что вы ему не подходите, или вот что вы ему подходите, но он не очень готов. Ну, поэтому вот весь текст этот можно вообще опустить. А возьмите листик и ручку, просто по фактам. Знаете, как у меня клиентка одна была, значит, она тоже там переживала вот из-за отношений, и вот из-за одних. И я говорю, слушай, ну, возьми очень просто, возьми листок на две колоночки вот и на уровень действия. Что ты сделала в этих отношениях, вложила, да, в чём твой вклад, в чём его вклад? Просто в глаголах там. Я ему звонила, я ему давала денег, даже такое бывает, да, я ему там писала, я его там поддерживала. А он чего, принимал поддержку или что? И вот вы увидите, что ваш списочек и его списочек. Ну, и как бы вот. Хорошо. И третья часть тогда про как тогда пережить этот разрыв, да, и как, собственно говоря, не сравнивать. То есть, ну, давайте вот порассуждаем, давайте порассуждаем вместе. Почему, то есть, смотрите, если мы не можем его забыть, да, если мы сравниваем его с другими, вот, то получается, он был какой-то неотразимый, так? То есть, он какой-то настолько особенный был, что мы почему-то сравниваем его со всеми. Ну, по логике получается так. Так, кто у меня сейчас, вот наручьтесь, пожалуйста, плюсиком, с кем я, через кого я сейчас говорю с аудиторией про то, как отношения оставить, да, про то, как, ну, отношения... Собственно, вот это отпустить. С Татьяной, говорю, да? Хорошо. То есть, тогда получается, что... Почему? Потому что был первый. А, то есть, та самая первая любовь, да, с Татьяной, говорю, да. Ага, то есть, с Татьяной и с Леной. И через вас вы будете проводниками со всеми теми женщинами, которые хотят отпустить отношения, да? Хорошо. Давайте, пожалуйста, сейчас пообнимем. Почему мы его не можем забыть? Что в нем такого вдруг было особенного? Почему это нам дает покоя? Ошибка очень часто заключается в том, что, понимаете, в чем дело, мы как бы не примеряем, вот какой он был в отношении нас. Ну, вот он сам по себе, там, вот, распрекрасный, например, да, я не знаю, там, умный, добрый, какой-то, не знаю, обеспеченный, активный, там, не знаю, какой-то еще. Но какое это имеет к нам-то отношение? В принципе, мы ведь можем страдать или переживать, потому что у нас было и у нас это отнялось, да. Но если он как бы не вложился в нас, то мы этого и не познали. Понимаете, понимаете, потому что всегда ключевой вопрос, у меня вот была тоже клиентка, сейчас вам такой расскажу, пример. А у нее такая была особенность, она думала, что, это потом она уже в ходе нашей консультации как бы так вот осознала, что если мужчина на внешний взгляд и по поступкам такой вот ускулинный, да, вот такой вот сильный, там, не знаю, какой-то очень такой, может быть, властный в чем-то, активный, вот такой вот, да, то он, значит, равно мужчина с большой буквы, значит, он умеет заботиться, значит, значит, он умеет обеспечивать, значит, он, значит, может взять ответственность, да. То есть как бы, что он вот такой вот, она его как бы относила в такую категорию. И думала, ну, что, собственно, вот это он. Но возникает вопрос, а какое ты-то к этому имеешь отношение? Ведь не факт, что он все эти качества направит на тебя, что он к тебе будет заботливый, к тебе будет ответственный, к тебя будет обеспечивать. Он просто сам по себе такой, с чего мы думаем, что это про нас-то все, понимаете, если не было никаких действий. И получается, что если не было каких-то действий, то почему мы и не можем забыть его, если он нас не касался вот в связи с этим? Лен, какую-то реакцию, Лен, пожалуйста, через вас. Здесь нужно понять по причину, что держит именно. Какая-то своя иллюзия про то, что было бы возможно или вот, ну, про что. Нам, понимаете, я вот не знаю, вот мы идем по улице, да, и видим памятник красивый. Очень красивый, очень классный, очень профессионально сделанный. Но при чем здесь мы? Как бы вот он есть. И мы чего? Мы как бы не можем пережить его красоты? Нет. Потому что мы никак это к себе же не присвоили. Да. И тут получается все то же самое. Почему мы должны думать о человеке, который не выбрал нас? Да. Как знаете, есть такое выражение такое, да, про то, что не делайте исключительным того, для кого вы являетесь лишь одной из вариантов. Я думаю, что здесь на самом деле разговор про любовь к себе и про уважение, про уважение самой себя, да. Если прецедентов таких не было, и он, правда, ну, не выбирал вас, то почему вы должны переживать из-за него? У вас есть главный человек в вашей жизни. И это вы, Лен, все меркнут на его фоне. Что он такого для вас особенного сделал, что все на его фоне меркнут? Ну вот, что конкретно на уровне действий? Что такого в его поступках было, что все остальные теперь на его фоне меркнут? Глаза у него какая красивая была? Или все-таки это поступки какие-то? Лен, давайте, проясните, пожалуйста. На фоне действий ничего особенного. Вот это вот эта красота, да? Мужчина проявляется действиями, понимаете? Герой и мужчина проявляются всегда в поступках, а не то, какой он сам по себе там вот где-то там в стороночке стоит. Как бы, если у вас так, ну вот, а тогда чем? Ну, если на фоне действий ничего особенного не было, тогда что? Тогда в чем прикол-то был в нем? Да. Ага, вот Лена, привлекал Антодорашию, да? Хотя у вас чуть синая история, то есть у него какие-то были действия в отношении вас, а потом прекратились? То есть что, он как-то проявлялся в отношении вас как героя, а потом перестал? Что вы не можете вот отпустить? Хорошо, теперь давайте, значит, как можно эти отношения вот отпустить? Ну, первое, для того, чтобы перестать думать о нем, надо на пьедестал поставить другого человека. Кого нужно поставить на пьедестал? Отгадайте из двух раз. Кто у нас нуждается, чтобы его поставили на пьедестал? Правильно, кого должен любить черт? Себя. Черт должен любить себя. Вы, понимаете, вы единственный человек, с которым вам прожить всю жизнь, понимаете? С которым вы всегда рядом. И он, этот человек, вы сами, для себя самый главный человек, понимаете? А другие люди, да, они вам важны только в связи с тем, как вы с ними взаимодействуете. Да, ага. Татьяна, тут как бы это самое, да. Ага, ну, как бы была, значит, ошибка какая-то стратегическая. То есть, в принципе, там ошибок две, да. То есть, мы поставили на кого-то, кто к нам не сильно проявился. То есть, он тоже был такой, то есть, он был яйцеклеткой какой-то, а мы, значит, там суетились вокруг него. Ну, так не будет работать. Или мы уже по ходу сделали какую-то ошибку в отношениях. Опять же, кому, если вот интересно, прям подробно про это, посмотрите, на сайте есть этот семинар про... Собери пазлы свои, там прям очень подробнее рассказывать. Хорошо. Так вот, значит, чтобы вот отпустить эти отношения, первое, ну, надо перестать себя вот ругать за то, что я все время думаю о нем, и не надо о нем думать, да. Просто перестаньте себя ругать и говорите, ну, значит, дайте себе время какое-то и переключитесь на свои занятия. Что вам, правда, дорого. Вспомните, что вы давно хотели сделать. Давно ли вы общались с подругами, с приятными себе людьми, ходили на выставки, занимались дома. Ну, просто вспомните, да, вспомните про себя, что ваш внутренний ребенок, брошенный, наверное, понимаете, а вы все думаете о каком-то там товарище. Вспомните про себя, что у вас есть свой сад, который нужно возделывать, поливать, а то он засохнет тогда, да. Так, хорошо. Жду от вас в чат, что полезного вы получили для себя из ответа на вопросы про вот отношения, с чем вы уходите, да, что осталось у вас, да. И не то, что просто услышали, а что у вас осталось, отозвалось. Так, и у нас с вами третий вопрос был. Ну, вот было, я сейчас коротенечко отвечу на вопрос, который поступал в Инстаграм, почему он поступал и не вот один раз, поэтому важно ответить на него, да. Про то, что наши близкие, наше окружение, там, муж, коллеги, у кого кто, да, влияют сильно на наше эмоциональное состояние. Спасибо. Вот, это правда, это правда и вопрос, как нам поддерживать свое эмоциональное состояние в определенном, как бы, да, на вот определенном уровне. Поставьте, потому что плюсики кому вот актуальен вот этот вот вопрос, потому как если нет, я могу просто человеку потом письменно вот ответить и все. Все, да? Ну, давай тогда прям в двух словах тогда, да. Ага, есть плюсики. Смотрите, эмоциональное состояние – это наша субъективная реальность. Это самое главное, что у нас есть, да. Это то, в каком состоянии мы. Это как бы наш сад, наш дом, который нам нужно вот так берегать. Да, вот Катя пишет, да. Значит, приоритеты для женщины – первое место она, потом муж, потом дети. Обычно у нас сначала дети, потом муж, а я там где-то на месте 25. При этом, если мы в плохом эмоциональном состоянии, мы там раздраженная, не выспавшаяся, еще какая-то, получается, что мы как бы не даем этот ресурс в нашу семью. Так вот, значит, первое. Значит, для того, чтобы нас выбивали из эмоционального состояния, не нужно быть в ожидании, что вас поддерживать будут. Да, есть такой принцип самурая, что надо умереть до боя. До боя. То есть будьте гады, что вас, в принципе, могут, ну, как-то на вас могут эмоционально как-то проявиться, так, как вы не ожидали. Да, первое. Тогда вы не будете с розовыми вот ожиданиями. Второе. Вы можете и сообщать все, что вам сказать вот хочется, например. То есть эмоциональное состояние себя нужно беречь. Нужно беречь и не давать его как бы вот так вот прямо там вот как-то с ним взаимодействовать. Просто к этому относиться бережнее. И третье. Вы можете сделать я-сообщение. Я-сообщение. Тоже у меня есть семинар такой, он бесплатный в рамках кофе-скотчем. Он называется «Как выражать негативные эмоции, чтобы вас услышали?» Или «Как говорить, чтобы услышали?» Можете посмотреть в архиве или в ютубе просто кофе-скоучинг. Зовите, там будет такая тема. Вы можете через я-сообщение сообщить мужу, как это влияет на вас и в чем он теряет, когда он такое делает. И он для себя свяжет, что если я делаю так, то потом у меня происходит вот это. И что в его интересах делать иначе. То есть показать ему путь. Лариса вопрос нам задает. Если на самом деле никто не влияет, само психиатрически падает. Вот сейчас на это точно не отвечу, потому что надо понимать, почему оно у вас повадает. Какая закономерность в этом, да. С чем это связано. Искать по причине, это точно очень индивидуальный вопрос. Поэтому все, у кого такие очень личные вопросы, включая вот тот самый первый, да, про вот выкидыш на раннем сроке, могу вас позвать к себе на вот индивидуальную консультацию. И там мы, собственно говоря, вот ваш ключик отыщем. И последний, значит, у нас был вопрос про лень, да. Катя, вам там уже книжку какую-то очень хорошую посоветовали. Спасибо большое за то, что взаимопомощь у нас такая есть. Я так к этому отношусь, что лень на самом деле это страхи. То есть это концентрированные тревоги, страхи, которые удерживают нас от действия, да. Потому что, смотрите, есть сила, которая нас влечет к действию. И есть сила, которая нас не пускает, да. То есть останавливает, да. Вот та, которая туда нас тянет, это связано с мотивацией, да, с энергией. А та, которая останавливает, это страхи, сомнения. Мы думаем, что у нас почему-то не получится, а значит и не надо это делать. Понимаете, да? То есть что делает лень? Вот одна очень позитивная вещь. Она страхует нас от ошибки. Она страхует нас, что я вдруг вот сделала, а у меня не получится. Вдруг я там и неправильно что-то, и не получу того, чего нужно, да. То есть она как бы такой предохранитель, да. Поэтому я бы тоже, конечно, такая больше вот индивидуальная здесь вот работа нужна, потому что надо понять, что у вас этот механизм запускает. Но есть какие-то страхи, вот опасения, которые блокируют мотивацию. Вот подумайте, пожалуйста, про что они у вас могут быть, да. Почему? Возможно такое, что вот вы пишете, что вам сложно вставать утром. Когда нам, когда мы встаем утром для чего-то очень важного, то, что мы очень хотим, и то, что нам очень дорого, вот и цена, мы прямо выпархиваем, да. А когда мы отказываемся от чего-то, ну, первое, нужно поискать, что вы действительно хотите сильно. Хотите сильно. И планировать это на утро, и тогда будете вставать легче. Или понять, какие вот опасения есть, какие есть опасения, которые тормозят это, да. Но вот эти вот всякие, знаете, штуки, связанные с мотивацией, с инной энергией, они, конечно, все-таки больше про вот индивидуальные вещи, потому что там какой-то ключик есть, да. Я вот могу только рассказать общие какие-то, общие представления, что это... Потому что, понимаете, вот давайте вспомним ребенка. У него этого слова лень вообще нет. У него возникает лень уже потом в школьном возрасте, когда он делает то, что он не хочет, например, да. У детей, у маленьких до пяти лет этого понятия вообще нет. Потому что они чувствуют импульс и делают, чувствуют импульс и делают. А вот когда потом им говорят, что, типа, ты плохо рисуешь, там, ты как-то не очень красиво, ты, там, глупый, бестолковый, да, они перестают, ой, мне лень рисовать, мне не хочется на площадку, да. Когда возникают уже какие-то объяснения, что такое лень, это объяснение головы, почему мне не хочется, понимаете. Это какой-то аргумент, в кавычках, да, который страхует нас от того, что не получится, не оценится, да. Поэтому поищите, пожалуйста, в чем у вас это может быть. Хорошо. Спасибо вам большое. Очень рада была пообщаться. Поприглашаю вас, кому вот актуально, на индивидуальную работу со мной. У меня на май месяц еще есть три места. Поэтому, если вы думаете, если вы в раздумьях, торопитесь, три места есть на май. Пожелаю вам хорошего дня и прислушивайтесь к ощущениям, прислушивайтесь к себе, не к голове к своей, а к ощущениям и к тяге к своей, да. Идите за ней, и будет вам счастье на самом деле. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Всем хорошего дня. Сейчас я вам свой сайт напишу, наверное, у вас есть. Сейчас я вам его напишу. Там все записи прошлые о нашем кофе-скотче. Да, там описание моих продуктов, консультации. Поэтому изучайте, приходите и до новых встреч. Мы с вами встречаемся через две недели. Да. Смотрите анонс. Хорошо, всем спасибо большое. Всем пока и увидимся. Отключаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok